Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Я, пожалуй, хотел бы обратить ваше внимание на несколько вещей, которые мне показались достаточно важными, которые могут иметь отношение к вашей истории, к вашей ситуации, но я могу также быть не прав. Поэтому, поскольку информации вы дали достаточно мало, как мне кажется, вот, ну то есть можно задать несколько вам вопросов, чтобы получить больше понимания того, что происходит. Вот, я могу ошибаться. Смотрите. Первый момент, это то, что вы знакомитесь с мужчинами в интернете, возможно. То есть, давайте я, наверное, сперва немного объясню. Что делать, вам психолог не подскажет, потому что это ваша жизнь и вам решать, как, собственно, ее распоряжаться. Возможно, действительно грубить человеку, откровенно хамить человеку, действительно не вариант. Хотя, при условии, если он назойлив, там, если он настойчив, то, в принципе, можно было бы и ответить грубо. Но я допускаю, что для вас это непритемлемо и отношусь к этому с уважением. А также с уважением я отношусь к вашему восприятию возраста и ни в коем случае не собираюсь его как-то менять и говорить, что вы, ну, должны как-то по-другому восприниматься, да? Вот. Единственное, что бросилось в глаза, это то, что вот как будто бы люди больше, меньше, точнее, люди меньше, именно меньше 45 лет, как будто бы эти люди для вас не взрослые. Я понимаю, что, может быть, это просто слова, да? То есть, может быть, имели вы в виду совсем другое, но вот то, что вы вот пишите, что когда человеку больше 45, он практически как взрослый дядька. Вот. Ну, мужчина 30 лет, тоже, в принципе, взрослый дядька. Вот. Я бы сказал, что, ну, более логично было бы сказать, что человек старше 45 лет уже именно ближе, может быть, к пожилому возрасту. Более ближе, чем к взрослому. То есть, 45 это еще не старый, но именно по состоянию, это ближе уже именно к пожилому, чем к взрослому, если мы говорим о возрастной периодизации какой-то. Поэтому здесь вот есть, безусловно, момент. Так вот. А психолог не скажет вам, что делать, потому что, что вам решать. И брать ответственность за вашу жизнь не то, чем может заниматься психолог. Поэтому, мне кажется, что та ситуация, в которой вы оказались, особенно если она волнует вас, особенно если она волнует вас настолько, что вы обращаетесь с этим на сайт и задаете публичный вопрос, связана с некоторой проблематикой. Но какая именно эта проблематика, рассказать сложно, потому что все, что у нас есть, это ваш небольшой текст. Если бы мы поговорили с вами и могли бы задать некоторые вопросы, возможно, мы бы увидели, в чем здесь проблема. А так получается, что в какой-то степени нам нужно угадать. И вот это то, что я попытаюсь сделать. Я не буду стараться именно угадывать. Я просто перечислю некоторые проблемы, которые могут быть. Вот, если вам что-то из этого откликнется, то с этим уже, в принципе, нужно будет работать более детально, чтобы эту проблему более-менее решить. И тогда, я думаю, для вас появится конкретный вариант того, что делать с этим навязчивым, внимательным человеком. Итак, первое – это знакомство в интернете. Да, в наше время знакомство в интернете – это абсолютно нормально ошибки. Особенно, если похожие интересы. И я не буду скрывать того, что иногда я рекомендую это делать, то есть знакомиться в интернете именно по интересам. Но я все равно хотел бы спросить у вас, каким образом вы пришли к тому, чтобы знакомиться в интернете. То есть, произошло ли это случайно или нет? Часто это ли у вас происходит или редко? Я имею в виду, что вы знакомитесь в интернете. Мы еще с людьми, не с мужчинами, да. Дальше. Вы пишите. Было приятно его внимание. И вот здесь, на мой взгляд, еще один важный момент. Вам 30 лет, 30 лет. И как я понимаю, несмотря на то, что вам 30 лет, у вас нет мужчин. Поймите меня правильно. Если вы не хотите ни с кем встречаться, например, то все в порядке. Никаких проблем. Если вы, если вам хорошо одной, если вы комфортно вполне чувствуете себя одной, то все в порядке. Но очень часто бывает так, что люди в 30 лет одни, потому что есть некоторые блоки. Есть некоторые блоки относительно выстраивания отношений. Поэтому я могу вас здесь прострессить. Вот вы говорите, что вам 30 лет, что, значит, с вами знакомятся ровесники, мужчины помладше, постарше тоже, но обычно вы их не рассматриваете, если большая разница. Но по факту верно сейчас. По факту верно. Вот причины одиночества. Если у вас это одиночество стекотит, если оно является для вас проблемой, если вы не, например, можете влюбиться. Ну, если вы сами рассматриваете мужчин только как, знаете, ну, как подходящих, неподходящих для себя. Вот. С этим нужно работать. Почему? Потому что как правило, но не всегда, это страх близких отношений. Страх близких, вот, психологический, физический. Ага, страх серьезных отношений. Вот. Иногда бывает, конечно, страх семьи. Ну, то есть, страх, ну, создать семью. Вот. Страх быть в семье. Вот. Вот. И, соответственно, это может, ну, достаточно, так, серьезно ограничивать поведение человека. Вот. Понимаете? 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 Дальше. Если вы одна, то если вам не очень, в принципе, комфортно быть одной, то, естественно, как бы, внимание мужчине будет вам приятным. И это, как мне кажется, не так важно какое-то внимание. То есть, не так важно, от кого это внимание. Но, поскольку этого внимания хочется вам, этого может не хватать, не хватать, то, соответственно, может появляться определенная надежда, может появляться определенная потребность. И, соответственно, потом, когда вы уже узнаете, что, вот, мужчина, там, по факту, там, вот, другой, да, что там, стал шиванс и так далее, и так далее. Вот. И, естественно, появляется расплата. Расплата в виде вот того, что вам противно и неприятно. Само чувство того, что вам противно и неприятно, также представляет важное значение для психотерапии. Почему? Ну, потому что обращение связано с одной стороны, с необходимостью себя защищать. И если себя защищать, то от чего вы себя защищаете? Это важный момент. Да? То есть, как бы, ну, вот, если вы себя защищаете, если вам, не знаю, вот, противно, да, вот, как вы говорите. Если вам противно, то нужно обязательно выявить, что здесь, что здесь именно противно конкретно. Потому как, ну, буквально просто проявили симпатизм, вот, и всё. То есть, нет такого, что выступали, там, в визуальный контакт, тем более физический. Вот, и, соответственно, вам уже противно. Вот. Здесь может быть вот то, что в психологии называется защитная реакция. То есть, некоторая проблематика, вот, решается путём вот такой чрезмерной реакции. Ну, какая это реакция, с чем она связана и с чем связано то, что вам, грубо говоря, так противно нам, вот, это нужно выяснять. Потому что, ну, понятно, что сейчас это всё из области приплажа. С другой стороны, это чувство, чувство, ну, против, вот того, что противно, с другой стороны, это чувство очень хорошее. Да? Потому что нам помогает обозначить свои личные границы. И то, что вы не можете человеку выразить, что он вам, например, неприятен, да? То есть, я бы хотел вот разграничить, развести два этих момента. Что само чувство отвращения, что само чувство отвращения, это одно, вот. А выражение этого выражения, вот, отращения, да? Это другое. И то, что вы не можете выражать, ну, условно говоря, то, что вам неприятно, то, что вот вы блокируете себе это, может быть основанием, почему вам сложно выстраивать отношения с, ну, то есть, я не знаю, сложно или нет, но вот то, что вы одна. То есть, то, что вы можете опасаться, ну, вступать в близкие отношения, да, да, например. Вот. Это, мне кажется, достаточно здесь важный момент. Следующее. Ну, вам мужчина пишет постоянно в интернете, и почему-то вы не можете его заблокировать, если я правильно вас понял. Вот. Что-то вам мешает это сделать? Мешает его заблокировать, я так понимаю. Если это так, то надо, на мой взгляд, конечно, поисследовать этот момент, почему вы не можете его заблокировать. Вот. Может быть, может быть, как раз таки чувство, ну, отвращение вызывает как раз то, что вам может быть приятно его внимание, несмотря на то, что внимание такого человека вы не приемлете для себя. Вот, что может быть здесь еще. То есть, отвращением вы можете подавлять некоторые свои потребности, вот, и игнорировать их. Они могут проявляться вот в таком виде. Такая вот история. Вот. Так я думаю. Значит, можно ответить вам на вопрос. Вот. 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 Как бы, ну вот, то, что вы говорите, что делать, да? Тут особо ничего не сделаешь, если мужчина пишет и если человеку все равно, например, вот, то вам его не переубедить. Тем более, тем более, что он относительно возраста у мужчин и тут только смотреть на, ну, как бы, то, что увидим конкретно. Вы можете сделать именно вы сами, не кто-то другой. И, конечно, сначала нужно разобраться в себе. Вот. И, конечно, сначала нужно увидеть, что именно беспокоит вас. Потому что совершенно очевидно, что вам не все равно. совершенно очевидно, что вы как-то реагируете на эту ситуацию. Вот. Совершенно очевидно, что как-то вам это, ну, как-то для вас это неприятно. И раз она неприятно, значит, она вызывает в вас какие-то чувства, вызывает в вас какие-то переживания и, соответственно, на мой взгляд, нужно это поисследовать. Чтобы, чтобы вам лучше понимать себя и свое отношение к этому. Да? Вот. Причем, что вы даже обрадовались, что он отстал. То есть, почему-то на вас это сильно влияет. Вот. Значит, ну, вот вы пишите, что вас это беспокоит. Вот. Вот. С тревогой нужно поработать. Чего-то вы здесь боитесь. Вполне возможно, что именно страх, который у вас есть, ну, мешает вам вырезать свои чувства по отношению к мужчине. И открыто сказать, что вы чувствуете это. Ну, вам это как раз вполне возможно мешает. Вот. И если, соответственно, с тревогой поработать, то как бы вы почувствуете себя, вероятно, более спокойно. Вот. Более, даже не спокойно, а более уверенно и более, ну, как бы четко понимающий, что вам нужно. Вот. В чем, ну, чего вы хотите. Вот. Такой момент, такой момент здесь, на мой взгляд, есть. Дальше, значит, вот вы говорите, что как избавиться от навязчивого внимания, ну, не можете ему прямо написать, что он противен. Понимаете, он не просто вам противен. Противен всегда почему-то. И вы блокируете это. Вы стараетесь избежать этого чувства. Вот. И это важный момент. Действительно, если вы напишете человеку, что вам противен, то это будет не очень красиво. Но если вы увидите, что стоит за тем, что вам противно, и, может быть, выразите ему это, то это уже будет несколько другой разговор. Вот. Поэтому, очень немножко похоже, немножко похоже на то, что вы играете в игру давно, когда говорите, что делать, но написать я ему не могу. То есть, вы спрашиваете варианты, но сами варианты, сами определенные варианты отвергаются. Вот. Такая игра, психологически известна, известна психологам, вот, и она, эта игра называется «Дану». Вот. А вы можете, можете эту игру изучить в интернете, она в интернете есть, да, так что напишите просто, вот, психологическая игра «Дану». Вот. То есть, либо вы здесь, соответственно, не хотите себя брать, либо вы здесь преследуете некоторую выгоду вторичную, которую можете, в принципе, ну, не замечать даже цены. Вот. Вариантов может быть, может быть, ну, несколько здесь вариантов. Вот. Так или иначе, нужно разбираться. Так или иначе. Нужно разбираться. С тем, вот, что вы написали. Ну, с тем, что вы написали. Вот. На этом, пожалуй, всё. Я хотел бы попросить вас быть внимательны к своим чувствам, да, просил бы вас относиться именно к своим эмоциям, переживаниям. По возможности, без предубеждения. Вот. И если вам, например, страшно, ну, если страшно, допустим, вам страшно с чем соприказаться? Ну, плюс в том, ну, вообще не смеши на тек限 és Buyur. Сейчас мы все уберем. А что не ходили кримически через накид и ненавидют? И с nostalgicми восточной, здесь это уже думаю, что с нами, это все интересное будет оттуда, или, например, нам из этой части reparation и сейчас. это уже может быть проходящим по, так сказать, нарушению закона, вот, и вам, соответственно, имеет смысл проконсультироваться с юристами в этом случае, но важно понимать, что, ну, проблему вашу, как таковую, это не решит, то есть не решит, например, проблему того, что вам противно, не решит проблему того, что, возможно, вы одна, не решит проблему того, что вы, ну, условно, там, относитесь к мужчинам, так вот, как вы описываете это, то есть не имею ввиду, относитесь к мужчинам, так вот, рассматривая, нерассматривая, да, потому что это ведь нормально, что вам изначально человек понравился именно, как человек, да, у вас могло, но мог возникнуть к нему интерес, и как мужчина, мог не возникнуть, это правда, не было, но мне кажется, что у вас здесь излишний, излишний контроль, наличество, ну, и тревога, с тревогой тоже нужно работать. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой, и желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok